Начинаем. Фнатик против Na'Vi. Первый матч Бейстов 3, четверть финала ДДЛ-Вестерн-челленджа. Так, ну что, пошел уже драфт. Бэтрайдер Мирану забален Фнатик. Na'Vi не стали рисковать. Забален Тинкер и забален Мипа. Ну и кто не в курсе, напомню, что у Фнатик эра заболел. Проблемы у него какие-то со здоровьем играть он не сможет еще чуть ли не до конца лета. Насколько я понимаю, это включает в себя и 4-ый Интернешнл. И вместо него играет товарищ с ником Экскалибр. Притом играет так неплохо, что основных его героев, как видно, Na'Vi решили забанить. Забанить Тинкера, забанить Мипа. Na'Vi взяли себе Эликана. Фнатик сразу же забирает свою любимую связку. Забрали Виспа, забрали Тинни. Но Фнатик уже частенько говорили, что если против нас Виспа не банит, мы Виспа сразу же забираем. Этому герою они всегда рады. Ну и на сегодня у нас с вами две серии. Сначала будем смотреть Na'Vi против Фнатик на Best of 3. После этого переключимся мы на Evil Genius против команды Rocks. Начнется в 11 часов вечера по Москве. Либо чуть позже, если задержимся мы с этой серией. Так, ну а Na'Vi размышляет уже. Эликана они взяли прям-таки сходу. Забирает Эликана Пупей. Минута 20 остается. Надо придумать, кого забрать до банов. Какого-то ключевого героя. Посмотрим, объявят ли сейчас какие-то интересные саппорты. Например, тот же самый Shadow Shaman. Нужны будут контроли. Нужны будут... Нужен будет, собственно, пуш-потенциал. Но нет, появляется Тайтхантер. С этой стороны решил подойти к драфтам. Капитан Нат Винцери. Тайтхантер у нас чуть ли не в каждом матче появляется в последнее время. С тех пор, как бафнули Майкросмэш, сейчас никто от него не отказывается. И в лес сходить сможет, если что. И Найшн так пофармит. В общем-то, Тайтхантер сейчас всегда удобен. Посмотрим, отправят ли он на оффлейн. Это дадут ли Фаннику, либо же. Будет прям-таки саппорт Тайтхантер. Сразу же банит Дума. Мало ли, объявится отправиться на оффлейн. Ну и время задуматься Фнатик. Надо понять, будет ли Тайтхантер саппортом, либо же будет он оффлейнером. Как я понимаю, вторая опция наиболее привлекательна. Обычно для европейских команд, но сейчас посмотрим. Вчера мы смотрели на саппорт Тайтхантера от Пайлодай. Было достаточно неплохо. Но... Главное, это не особо помогло. Ну, в принципе, есть время подумать. Минута 40. У самих есть висп, есть тени. В принципе, это связка. Существует. Дальше добирать можно, в принципе. Ну, не то чтобы все, что угодно, но... Слотов хватает. Тимфайт потенциал можно набрать достаточно большой. И сами Фнатик уже даже с первыми двумя пиками выглядит достаточно устрашающе. Но, впрочем, то же самое можно сказать и о Нави. Лекан, если начнет рано вгрызаться вышки... Вышки будут дефать сложновато. Особенно учитывая, что бежать придется в рауш. Все будет очень сильно зависеть от того, когда Тайт получит свой ультимейт. Если удастся его погонять, если на оффлейне ему не дадут опыта совсем, тогда уже, возможно, будут какие-то проблемы. Придется откладывать пуши. Банригма. Очень часто ее банят, но в актуальных матчах пока что... Как минимум у нас на Дэд Вейла ее не видели мы в плей-оффе. Вчера была одна серия всего лишь. Это только начало плей-оффа. Но, тем не менее, Энигма очень комфортный герой, как в тимфайтах, так и на опушах. Очень эффективный герой в плане фарма, в плане... Получения быстрых ультимейтов, быстрых седьмых уровней. Ну и теперь же сами Нави думают, что бы еще такое забанить. Продумание сообразили, но... Может появится еще какой-то неприятный герой. Тини есть, это, конечно, замечательно, но я думаю, будет еще какой-то товарищ для Трикси. Например, тот же самый Вивер. Частенько ему его дают. Я не думаю, что здесь Вивер настолько страшен. Полминута имеется, можно сообразить, кого отправить на мид. Будет ли это дабл-мид. Веспотини, обычно они это делали, когда они играли за Рейдент. Возможно, Тини просто отправят фармить. Сейфлейн, банят Инвокера. Инвокера, конечно, немножко понерфли, но раз за разом все-таки появляется. Срезали урон. Сколл снапа. Понерфли форш-спирит, что теперь их убивать можно спокойно магией. Не такие они стали страшные. И был прям-таки небольшой период, когда про инвокера чуть было не забыли. О, постепенно вспоминает. Брюймастер. Не стали, Фнатика давать еще больше стимфайт потенциала команды зная. Они понимают, что будет еще и прамо-сплит, если то, тогда драться будет совсем неприятно. То есть драка сразу разделится на несколько частей. Кто-то бежит от Равержа, кто-то стоит в стане, кого-то подкинули на торнадо, кому-то камень в голову дали. В общем, были бы сплошные проблемы. Ну и пора набирать. У самих первый пик, у Фнатик. Пора что-то придумать. Берут пака. Последних пачек. Пак очень часто ходит на оффлейн, как по правиле оффлейны. Баланс крипов. Не удивлюсь, если... А да, ДТВ Ханя отправит его на мид. Можно было бы, конечно, придумать, какой дабл мид Тиня отправить на мид. Чтобы Виспом бутылки таскал руну туда-сюда. Ну, в принципе, не обязательно. Ну и Нави видят два из трех лейнов. Примерно понимают, что навряд ли будет какой-то агрессивный лейн, то есть Тиня будет фармить. Пак будет стоять мид, скорее всего. Конечно, возможны варианты, но Фнатик обычно предпочитает стабильные проверенные способы. И появляется Леон. Как раз тот самый герой, который будет в первую очередь разрывать связку из пастини. Ну и потом уже можно будет разбирать их точно по фокусу. Очень неприятный, очень надежный дизейбл этот Хекс. Две с половиной секунды, как его бафнули. Леон был достаточно популярным и сейчас снова возвращается. Брали его. Азиаты мы смотрели, как минимум я смотрел китайские матчи на днях. Экспериментировали с ним на ЛЖД, было достаточно интересно наблюдать. Видно, что Нави готовится драться. То есть можно было взять Шадо Шамана, который в принципе тоже в Хексом обладает. Есть у него и Шакл. Поставить варды тоже в принципе неприятно. Можно и на Рошана было бы сходить, либо и вышки пломать. А вместо этого выбрали Леона, в принципе, ну почему бы и нет. Тоже герой достаточно комфортный. Прилетит Пак, начнет на всех плеваться. Леон сразу сунет ему палец и Пак отправит обратно домой. 20 секунд у Фнатик. Нужен второй саппорт, нужен еще какой-то оффлейнер. Надо придумать кого-то героя для Трикси. Посмотрим, появится ли кто-то вроде Кентаура. Нужно больше контроля, нужно больше урона. Кентавр неплохо подходит, но пока появляется Кеверат Маг. У нас вчера он появлялся два раза, в двух играх из трех. Ну и сегодня, в первом же матче, забирают его Фнатик. Казалось бы, бафнули. Эншин Силл, 45%. Стало теперь на четвертом уровне, но по всем уровням подняли по чуть-чуть. Ну и внезапно герой стал очень привлекательным. Хоть герой очень худой, но в то же время урона наносит очень много. И если поставить впереди него какого-то жирного товарища, например, того же самого Тинни, с задних рядов из безопасного места, Скайбрат может настрелить просто бесконечно свои аркейн-болты пускать. Энчантрис появляется отновь, и становится понятно, что да, это действительно оффлейн-тайт-хантер. Леон с Энчантрис будут ромать, посмотрим, насколько эффективно они будут отыгрывать в ранней игре. Будут ли ранее какие-то смок-ганки, ранее передвижение. Из смока эта связка очень страшная. То есть из смока появляется Леон, как только ты его замечаешь, сразу получаешь хекс на две с половиной секунды, ну и там гарантированно подойдет Кентауру. Либо тролль сетку даст. Будет больно. Так, ну и последний бан от Фнатик. Смотрят они, что нужен кто-то на мид. Решили, видим, что на мид пойдет Тайтхантер, что Тайтхантер отдадут Дэнди и забанят Дарф Тира. В принципе, неплохое решение. Интересно, они так придумали. Я, в принципе, не так часто в последнее время смотрел игры на Na'Vi. Возможно, Тайтхантера, наверное, не на мид. Не отправляют. Сейчас узнаем. Но пока же последний бан от Na'Vi. Надо понять, оффлейн это пак, либо же пак пойдет на мид. И решать уже, кого банить. Герой Трикс, либо герой Хани. Про Кентавр мы уже обсудили, но, возможно, есть еще какие-то преминые варианты. Банят Акса. Почему бы нет? Тоже жирный товарищ, который набегает, напрыгивает, удерживает на месте, что самое главное. Тоже достаточно неприятный. Так, ну что, пора Фнатик показывать, кто у них на уме. Быть ли это действительно Кентавр, или бессообразие от кого-то еще сейчас. Вариант, конечно, есть оффлейнеров. Некоторые забальные, все еще есть. Возможно, вот он, Кентавр. Комфортный очень герой для Трикс. То есть, в случае чего, нажал кнопочку, либо убежал, либо набежал. Урона хватает. Ну и вперед будет бежать вдвоем с Тинем. Будут они отвлекать внимание от пака, от сковера, от мага. Так, ну и что ж, Нави? Пойдет ли Тайт на мид сейчас? Решается вопрос. Либо же отдать Тайтхан Трофанику, ой, Дэнди, придумайте какого-то еще интересного героя. Тинкер в бане, инвокер в бане. Сами же забанили. Мирана, Бэтрайдер, Брюмастер. Темплар Ассасин. Ну, в принципе, неплохо. Дарк Сиро сами забанили Фнастик, да и, в принципе, все равно последний пик. Темплар Ассасин тоже в последнее время все чаще и чаще появляется. Ну и посмотрим. Темплар Ассасин герой палец в рот не клади, то есть дотянется до сковера от мага, и сковера от мага за 2-3 удара будет отлетать. Посмотрим, создадут ли Дэнди пространство, как он стоит в себе. В себе аналайне будет ли к ним приходить. Сковера от маг, ну, в принципе, висп сковера от маг не самые страшные роумеры. Не думаю, что Дэнди прям-таки стоит опасаться в ранней игре. Ну, а там же, если разгонится, поддержка у него просто замечательная, то есть удерживать будет и Гаш давать с минус армором, очень приятно сочетается с Мелдом. И Леон будет удерживать с Хиксом. В общем, у Нави все выглядит тоже достаточно внушительно. Так, ну что, поехали. Смотрим. Страна Радиент, Нави. Пупей на Enchantress к уроке. Будет играть на Леоне, Дэнди. Темплар Ассасин, Фанник, Тайдхантром отправится на оффлейн, ну и хвост на Аликани будет фармить на сайфлэйне. Ну и Фнастик, Биг Дэйзи, как я понимаю, это Нотейл на Виспе. Здесь отправляется Ханник паком. Все-таки на оффлейн его отправляют, то есть, как мы видим здесь, Дуал Мид, Экскалибр на Сине. С Нотейлом. Флай будет играть на Скайротмаге, ну и Триксаж. На сайфлэйн отправили, похоже, приоритет. Получить быстрый дайгер. Чем быстрее появится блинк на Кентавре, тем быстрее можно будет начинать атаковать. Конечно, Тинни может с разгона, прямо-таки, с Тезерна. В принципе, можно и забрасывать с Кентавра, почему бы нет. Тинни-Кентавр, связка достаточно очевидная, то есть, бросается Тинни-Кентавром. Импровизированный блинк, можно даже не копить никакие деньги, сразу просто собраться на выживаемость. Посмотрим, будет ли это делать Трикси. Каня пока что здесь прячется глубоко в кустах. Ходит на разведывание свой лес, но никто не вторгается к ним. Варды никто не ставил. Каня просто пришел, уселся сюда. Похоже, просто сарба влетел, манрегенит. Ну и сидит, ждет, когда накапает к нему опыт. Так, продолжает летать. Не понравилось в лесу, решил уйти. Если он находит Куроки, видит, что Ханя без маны. Куроки с ботинком, двинул разок и уходит. Находит иллюзию. Флайс на Тейл, ну, на Тейл. Рад такой находке, пошел уже. Готовить скорость Фаника, потому что выясняется, что Фаник отправится на мид, поняли, Нави, что это будет дабл мид, как только они увидели Пака. Раз Пак на оффлейне, значит, придут сюда двое, и будет неприятно. Поэтому Дэнди отправляют, стоять на топе против товарища Флая, против товарища Трикси, что, в принципе, тоже достаточно неприятный лейн для Асимплара Ассасин. Доступа к уронам нет, бутылку придется носить. В общем, будет сложно. Так, Ханя здесь уже страдает, Куроки на нее наседает. Сам Куроки тоже от вышки получил. Ну и посмотрим, как глобут у Дэнди, пожалуй, самый проблемный сейчас. Самый большой вопрос для Нави, как хорошо отстоит. Здесь Амплара Ассасин, то есть, хотя бы опыт получается, это главное, получить хотя бы восьмой уровень Дэнди было бы неплохо. Хоть какой-то фарм вынести, какие-то начальные ботинки, веточки, палочки ванды собрать. Ну, а дальше уже можно будет начинать перемещение, уже дальше можно будет смотреть по ситуации. Чантрас приводит своего крипака к Фаннику, но Фаннику уже есть пострадал на половине ХП. Экскалибр, пока что ману не тратит, но на Тейл с бутылкой, если что, готов, это ману уже восстанавливает. То есть, похоже, Экскалибр сейчас дождется 2-го трейсих уровня и начнется агрессия. А есть агрессия уже начинается Куроки. Прогоняет он Пака, Пак застрял в деревьях, здесь можно, в принципе, топором к нему прорубиться. Хвоста топора нет, поэтому план не работает, пока вот он пошел прорубаться, похоже, танк и проедает. Побежал туда и Куроки, проседает он от ушки очень серьезно. Понял, что в ушках никто не танкует. Ну и как бы сейчас Пака у него бил, Пак прыгает, смотрит на Куроки, начинает на него плеваться. Куроки с разворота просто бьет рукой, Пак прячется, само собой. Ну и сюда приходит Кентавру спасать. Алион, Алион на всякий случай дает стан. И бежает. Очень опасная ситуация была для обоих игроков, так. Интересный был достаточный момент, но тем не менее никто так и не погиб. Отправляется Денис за руной. Забирает Хейст и побежал прямо к Кенамиду. Пора убивать всех подряд, пора бить на тылу. Приходит к на тылу, давай его стрелять по 76. Один раз выстрелил и обратно. Пространство Фанику создал. Как раз рядом приходит Пупей. Сатира, правда, видно, но частенько и одного крипа приводит. Вывели их из смока. Как-то немного неаккуратно получилось, что-то вдвоем с Куроки они выезжали, но крутится-вертится здесь рядом этот висп. Ну и так вот ходили-бродили, в итоге Денди остается на меде, Фанику он прогоняет. Обратно на топ, Денди получил уже свои уровни у него. Как минимум второй получил, похоже неприятно ему было просто на топе. Поменялись. Ну а Пупей с Куроки перемещались-перемещались, заходят во вражеский лес, начинают здесь пока что просто бьют крипов, забирают Валдинга. Рядом бегает Флай, вот как бы сейчас Флай не попался. Куроки уже второго уровня, Хекс в наличии. Сейчас похоже будет кого-то в рыбу превращать. Так, Флай находит Пупей. Но Куроки слишком далеко, Куроки думал, что они пойдут на мид, вместо этого Энчантрас убежал налево. Выходили, побродили. Думают, куда бежать. На мид было бы неплохо сбегать, но на миде пока что оставили просто Торнадо и думаю, что делать дальше. Пока можно пополучать немного опыта. От Хвоста Леон ушел, Хвост сейчас по уровням разгоняется, но тем не менее пространство создается и для Хани. То есть Хани наконец-то получает доступ к крипам. Хани уже третий уровень, скоро получит четвертый, уже постепенно даже Хвоста догоняет. Ну, в принципе, Хвост пятый. Бегает саппорт. Наконец-то заканчивается Торнадо здесь. Экскалибру были неприятности. Но приезжает Висп. Сразу же проблему решает. Замечает Крокереген. Ну и пора убивать. Дэнди решает Экскалибру, засыпает у камнями. Дэнди подбрасывает. В Дэнди остается все-таки ХП. И тем временем все с БАЗа забирает. Очень даже 3Х. Вовсе даже не Экскалибр. Попался Фаник. Видно, что подцепили его. Дал конкурсившот. Скайрот Маг. Ну и за счет замедления добрался. Кентауэр. Кентауэр. С зеленым ботинком весьма быстрый. Перемещается. Дэнди аккуратно постоянно. Харасить его теперь будет на Тейл. Пока у меня есть руна. Ну и стан получил. Дали Тос. Не хватило опять урона и Дэнди отходит. Реген у меня есть. На фу ХП отпился. Развел на всю ману. На Тейл без руны пока что ждет бутылку. Так, ну и пока мы смотрели. Здесь уже Скайрот Маг. Потеряли Фнатику. Сравняли. Куроки с Пупеем пришли. Скайрот Маг. Шустренько оформлены. Думал, у Дэнди здесь будут какие-то неприятности. Но нет. У Дэнди все просто замечательно. Надо теперь наблюдать за перемещениями этих товарищей. Красный Медведь уже скоро погиб от старости. А вот Гарпию можно отправить на мид. Гарпия. Очень-очень неприятный клип. Особенно в ранние минуты. Тиня уже четвертым. Мана опять нет. Опять все мана потрастит. Прилетает еще и Гарпия и начинает поливаться молния. В общем, жизнь боль. Кентавр тем временем уже пятого. Скоро появится ультимейт. А Скайрот Маг начинает свое перемещение аккуратненько лесами в сторону Меда. Забирает свои покупки на Тейл. Точнее, свою бутылку. Покупки забирает вместо этого Тиня. Так, ну и Пупей с Куроки пора выходить на бой. Пора разбираться здесь. Но внезапно усняют, что есть там Пит. Там Пит моментально используют. На Дэнди набежали. Сдали в него все. Бросается Гарпий. Гарпия в итоге его накрывает. Дэнди совсем прям-таки заплющил. Появляется Курок с Пупеем. Понимает, что есть хоть весь прокаст эти товарищи и дали, но все равно сейчас опасный момент для них. Пытался Пупея убить весь Пан, но весь прячется в кустах и Пупея вместо этого погибает сам. Даблкил для Экскалибра. Пока это происходило, здесь Трикси воевали с Фаником, но вроде бы обживы. Очень долго ждали Фнатик. То есть с первых двух раз не получилось убить Дэнди. Лейн очень взрывоопасный, поэтому Дэнди стоял первое время аккуратно. Ну а потом выяснилось, что Кентару забрал свой ультимейт и сразу же все поправил для своих друзей на миде. Фаник гонялся за Трикси, Трикси бегает кругами. Прилетает еще Ипак, теперь уже у Фанику с ума неприятность, потому что приходит Ханик. Давай у нее плеваться. Дримкоила нет, поэтому Фаник просто берет и уходит. На помощь. Приходит и Нателл, заливает. Полный баг, прямо-таки Трикси. Фаник надо догнать и разгоняет Нателл. Говорит, побежали быстрее. Сейчас просто наступим на него, убьем. Но нет, подушку Трикси лезть не захотел. Но и Дэнди только рад, что Висп улетел к Экскалибру вроде бы. 28 крипов, у него имеется 2 килла. Вроде бы достаточно самостоятельно уже Тинни. И Висп, в принципе, уже возвращается обратно. Включает Дэнди дабл дэмидж, пытался наседать на Экскалибру, вместо этого прожимает Стампит и наседает здесь на Дэнди. А параллельно здесь Пак убивает еще Леона. То есть за один ультимейт двоих на Тико формули. 1-5 становится счет и уже у Наи начинаются проблемы. Про Хвоста, конечно, все это время никто не вспоминал. Хвост уже восьмого уровня. Уже принес себе Ладмир Софринг. Так, здесь Пупи находит Флая. Начинает его убивать. Да и похоже убьет Армора. У Скайротт Мага всего лишь единичка сейчас. Скайротт Маг тем не менее убегает, начинает острелиться в ответ, убивает птичку. А за Пупием погоню приходит на помощь Натейл и с Ханем даем они ее сейчас очень быстро убьют. Убивается, собственно. Так, ну что, здесь от Экскалибра они убежали. Убежал Натейл, убежал его саппорт. Разгоняйся его. Однако появляется урон невидимости, забирает Экскалибр и живет. Буквально один удар ему остался, но просветки нет. На скидку дает Стан Курокина. Но никак его не поймать, никак не убить. Приходит Висп с реалкой, там спасает Тинни. Отвозит его обратно на базу. Ну а Хвост тем временем ломает Тауру. Хоть и переходил к нему Энчантрес. Энчантрес в итоге потеряли Нави, но Хвост пространство получил, вышку съел. Это, пожалуй, единственный лейн, который работает сейчас у Нави, потому что на Денди опять идет нападение. Денди получает Эншн Силу и просто взрывается. Раз за разом так будут делать. Натик намекает, что Рефракшн здесь не поможет. Рисковый был пик, надеялись. Надеялись, что Тинни все-таки отправит на топ на Сайфлейн, будет он спокойно фармить, но нет. Натик всех переубедили. Ломает вышку Экскалибур. Ну что, я думаю, можно переключать Нетворс, как видно, Хвост первый по Нетворсу на втором месте Экскалибур. Хвост пока что все еще Владмир Софринг, как я понимаю, летит к нему сейчас Медальон. Нет, это не Медальон, это уже куски на Некрономика, Нави понимает, что нужно будет скоро забирать вышки. Арауш уже доступен, Фаник уже седьмого, в принципе. Шестого Денди, Куроки, четвертого пока что нет у него ультимейта, но я думаю, постепенно сейчас опыт получит, можно первую драку и без фингера в ДС провести. Ну и по графикам как-то примерно вот так все выглядит, у Нави было преимущество небольшое по золоту, забирали они вышку, но сразу вышку потеряли и сейчас в районе трех сотен преимущество у Фнатика. Ну а по опыту у Фнатика все просто замечательно, у них 7 киллов, в счет 1-7, 3,5 тысячи они имеют преимущество. Отправляется Смоки Хани. Дримкод получил, пора реализовывать. Находит Кентавра, перепугался, убежал. Пошел искать, Энчатрас, видимо. Энчатрас здесь нет, здесь вместо этого хвост. Виспа готов релокейт, то есть если что, Висп привезет тени и поможет. Так, Хани. Смок пропадает, волками находит его, запирает, и Хани просто вылетает своим арбом. Чубла не убили. Дримкод пришлось трассить, двоих связал, сразу прилетает двое, начинает убивать хвостов, хвоста неприятности, хвоста подбрасывает, далее штампит. Так, куда делся Пак? Такой вот вопрос. Пак уже на базе. Ну, в общем-то, на, и потеряли хвоста. Пака чуть было не убили, Пак перепугался, прямо-таки телепортировался. Но, тем не менее, ганг успешна. У Пака задача была просто найти всех, показать, где кто на карте. Барабаны есть уже аутини. Ну и нацелился он, похоже, уже на свой аганим. 1300 есть, уже хватает на поинбустер, если хочет он покупать. А фаринг постепенно начинает работать по эншентам. Блингдаггер у Трикси уже купил клоук. Собирать он будет пайп. Учитывая, что у противника есть рауч. Пайп действительно нужен. Ну и плюс, сам себе лицо меньше будет проламывать от своего даблэджа. Так, на очередной смог от Нави. Пошли я никого-то искать. Находит здесь, находит Ханя. Кекс. Успеет ли дать? Успеет ли дать? Кекс. Привратили в рыбу. Пытается наступить с кентавром. Ну и действительно наступает. Последний удар буквально остался. Все еще живет Ханя. Но, тем не менее, последним ударом его добили. Приходит Рикси, чуть было не убьет. Пока обоих, но есть фингер. С Рикси тоже расправились. Двоих убивает. Сейчас саппорт еще становится 3-8. Отвлекает пока внимание от хвоста собственно Дэнзи, который уже купил себе огур-клап и нацелился на Блокимбар. Блокимбар действительно нужно. Это единственное, что спасет Темплара Ассин в Тимфайте, учитывая, что он постоянно будет под фокусом. Главное, пережить прокаст от Сини, от Скайбрата и от Кентавра. Очень много действительно источников урона, при том урона достаточно много у каждого из героев. То есть, как у Сини, прокаст чуть ли не больше, чем на 1000. Кентавра тоже достаточно неприятно. Все это выглядит и помимо этого есть еще и Скайбрат, который мало того, что Мистик Флэр может зарядить, так еще и может переждать Блокимбар и дать Эншн Силу. То есть, неприятных вещей очень много, которые хотелось бы всем подожить одним Блокимбаром. Так, у Фанника неприятности дали мы Эншн Силу. Мистик Флэр двойной стан. Реваж. Очень мало КП остается у Нотелла, Нотелла пока что живет и в итоге Тайтхантера успели добить. Дэнди не стал туда соваться, Дэнди понимает, что было бы равносильно просто самоубийству. Но в итоге просто потеряли Фанника. Потратили Реваж, что самое неприятное для Нави. К сожалению, в ответ на это Реваж никого размена найти не смогли. Так, ну и какой здесь уже? Первый Некрономикон пока что Хвоста. Перемещается на топ, здесь на топе попался Куроки, Куроки моментально погибает. Пока Хвост только-только прилетает, Купень набрасывает свои импейлы, Нотелл утягивается наверх. Приседл на Сонгхане. Экскалибр давай бежать, получает 7 минус армора, получил имелд. И гаш. Пак чуть было не убил Хвоста, просто своим армом, но просто вроде бы живет. Ну что, по-хитрому с речки решил забежать к Скалибру и сам за это поплатился. Убил саппорта, конечно, это замечательно, но сейчас сидит на фонтане. Следующие полминуты и за эти полминуты Нави сейчас спокойно сломает вышку. То есть, этот килл Тинни был в итоге достаточно значимым. Смотрит на Хани, Хани прогоняет, орпом потратил. Блинка у него нет, собственно, его сейчас никто не боится. Может, конечно, он подойти до Айдерин Койл, но пока нет Тинни, это никого не смущает. Но это летит Кентавр. С Кентавром пока что никто не хочет встречаться. Знает, что будет релокейт. Как раз появляется Тинни. Если бы напали на Кентавра, они бы вдвоем прилетали сейчас. Ситуацию бы решали. Ну что, расходится Нави, довольный. Получили они вышку, получили немного золота. В Денде 1300 уже скоро будет хватать на Мифрилхаммер, то есть постепенно идет к своей цели, постепенно копит он на Блэкин Бар. У хвоста скоро появится второй рецепт на Некрономикон. И Фаник копит постепенно на Пайп. Магический урон. Будут впитывать Пайпом. Да, уже всякие контроли можно будет доджить. С Блэкин Баром. Ну и Спси не начинает свою работу. Начинает постепенно захватывать себе территорию. Релокейт. Прилетает на Мифрилхаммер, нашли Денде, Денде уже получил Энши силы, и от Денде уже ничего не остается. Прилетели, убили, ну и сейчас можно отправиться обратно. Ни к чему оставаться на Мифрилхаммер, лучше сломать вышку. Повесели. Ну и сейчас вышку заодно и на батлоне сломает. Очень эффективно отыгрывает Фнатик. У них эта комбинация уже очень давно отработана. Уже больше года они играют этим Виспом. Еще со времен, когда Висп и Хаус Найт были популярны. Так, Хвост вгрызается в Т2, дает Хаунд. Показался Трикси, не успел дать ему сетку, видно, что дернулся тролль. И Хвост получает кустон, просто бежать. Стандарь на последний Трикси, Хвост пошел вгрызаться на Тейл, получает вообще весь прокаст. Фингерам пытался помочь Куроки, но Куроки должна отбежать. Тем не менее, Виспа таки убили троллем. Куроки спасается, улетает в последний момент, а Фаник стоит, воюет с каменным человеком. Каменный человек убивает спокойно. Откатили Дэнди по деньгам обратно, видно, что он уже по Нетворцу не может особо соревноваться. С четыреста не менее имеется, то есть. А ты, говорит, надо аккуратнее. Понятно, что каждый релокейт это потенциальная смерть. Нужно перемещаться очень осторожно, нужна всегда какая-то поддержка, собственно, поэтому здесь ходят на расстоянии экрана к Уроки готовиться, если что, давать двойной стан. Ну и смотрим графики. 5-8, примерно, по золоту у Фнатик. Могло бы быть и больше, на самом деле, учитывая, что счет 5-12, как-то они по вышкам пока сломаются, али они, конечно, два Таура, но учитывая их потенциал, уже могли бы полноценную агрессию начинать. Пока же просто они ждут, когда появится кто-то на карте удобно для релокейта, либо же, когда к ним кто-то прибежит сам. Ну, собственно, на ВИС собирается прибегать сами. Так, приходят, находят сразу к Скалибру, далее Мухекс, ну и ВИС сразу же отвозят его обратно. Но, тем не менее, бесплатно кивы спа. Тоже что-то. Ну, нет, сюда прилетает товарищ Кентауэр, прилетает еще и ПАК, здесь ждут ВИС по НАВИ. НАВИ понял, что вернут туда. Появит сразу вся команда. Поэтому расходятся. Не стали вестись на провокации. На карте никого не было видно, собственно, поэтому просто разбежались. Но, тем не менее, никаких больших спилов не было потрачено. Так как-то я проопыт забыл показать. Сейчас будет какая-то драка, но, как видно, 3000 пока что. Настика имеется по опыту. Мека появляется у Фаника. Думал, будет делать ПАЙП, но нет. Для начала сделал Мекку, оставляет КЛОК, потом ПАЙП если что, доделает. Действительно, Мек сейчас важнее. Магия магии. Практически весь урон сейчас магический от ФНАТИК. Там прохил. Тоже неплохо. Так, находит здесь Трикси, взрывает под ним ловушки. Трой, похоже, уже давал сетку. Прогоняет. Прям-таки Трикси плюются в него, набрасывают импетуса. Трикси прогнали, ну и довольные. Нави отходят. Стоят друг на друга, смотрят. 5 на 5 собрались по обоим сторонам мраки. Ну и Нави как-то подумали и, похоже, прикинули, что 5 на 5 они как-то пока что не хотят драться на самом деле. У ФАНИКа с маной небольшая неприятность, то есть, если что, хватило бы на рай уж на меку бы. Не хватило бы, только сейчас у него 300 ман и стало. А Дэнди бегает на хесте и ищет развлечения. Ну и находят. Пытался он убить кого-то одного, похоже, он там весь папа цепил и сразу же за это поплатился. Настик очень быстро переместились. Хвоста отправляет на топ, в принципе, он там в одиночку может постоять пока. Конечно, могут на него прилететь релокейтом, но пока на него будут лететь, он должен успевать нажимать свой ультимейт. Хвост, пожалуй, единственный, кто сейчас не боится релокейт ганков с стороны Нави. Ну а остальные либо ходят все вместе, либо по лесам. Аганьем есть уже экскалибру, бревном размахивает. Ну и Дэс тоже скоро появятся кусочки расы. Такими темпами Тинни скоро станет очень страшно. Владмир Софер покупает висп. Хвоста, конечно, появился трейс-никраной, но он готов прямо-таки сплит, в случае каких-то перемещений внезапных странных натик. Если дадут им доступ к вышке, вышку сразу же съесть. Шел Пупейн, находит Тинни, начинает прокиливаться, получает. Авалан Штоллс? И давай бежать. Это не помогает, само собой. Так, сразу же релокейт, потому что нашли хвостах, вас тут успели дать эншин силы и никакого ультимейта здесь с него не было. Я говорю, что не боится он релокейт, но эншин сил, эншин силам. Про это не стоит забывать. Теперь уже и хвост понимаешь, что Блокимбар все-таки нужен. Понятно, что Некрономикан был первым приоритетом, даже Медалину не стали делать нави, не стали пытаться забирать Рошана, быстро понимали, что на Рошане шансов не так и много безначальных их слотов. ну а хвостах попытка сплитпуш очень шустро осадили сейчас. Но тем не менее, Денди приближается. Буквально три сотни осталось. Сейчас дофармить свои Блокимбары можно будет что-то попробовать. То есть очередной смолганг можно будет провернуть то выглядит здесь кого-то подцепит. Накапливает потенциал обе команды и скоро настанет такая ситуация, что одна драка будет решать исход одной-двух вышек сразу же, потому что у Тини все бревно с испонсор чажем разрушительной мощи достаточно много, то есть вышки он будет сносить очень быстро после драки. Ну и примерно такая же ситуация с Леканом, с его Некрономиканом, с его армией под халом. Строение будет просто таять как масло. Блин, как уроки между тем. Поинт бустера пупеем. Немножко уплотняется, но догоним еще очень далеко. Появится не скоро. Стоят на миде. Приближается постепенно к вышке наиве, но здесь уже собираются люди, уже сидит в кустах Трикси, сидит в кустах Флай. Вот он. Вот он, заветный блок имбара, и посмотрим, как сейчас это все изменит. Пока что здесь убивают иллюзию спа. Стоит пупея что-то делает, а Ханя отправляется на поиски. Хочет он найти энчантрас, проходит мимо, видит, что здесь все зафармили. Кэмпов вообще нет. Ну и пошел искать энчантрас. Большой вопрос, видели ли ее крипы, как-то он стоит прямо-таки на границе вижна. Показалось, теперь гарантирован крипам, и сейчас у ПП будут неприятности. Релокейт, это минус энчантрас. Пытался получать опыт, видно было, что стоял аккуратно, но все-таки к крипам он подошел, на себя всех перемолил, и тем самым хвосту дает доступ к вышке, но сразу же два телепорта у хвоста огромная неприятность. Саленс дали, шлейф шрифт он все-таки прожал, но дримкойлом его ПАК подцепляет. Так, параллельно здесь чтобы они убили курьера в первую очередь, ну а теперь набег на Дэнди. Пытается Дэнди бежать, получает камнями, сейчас начнет и не бросаться виспом, вот он бросается виспом, откатывает стезер, у виспа огромная неприятность, но рядом уже Трикси. Трикси с блинком, Дэнди включает блокимбар, начинает просто убивать на тыла, приходит к уроке, помогает, Дэнди телепортируется, к уроке в итоге принимает весь удар на себя. Дэнди отбрасывает, забивает ему телепорт, напомню, это работает примерно так же, как и с Линкином, что Линкин не пробкает, если бросить на таргет. Ну и появляется Фанник, Фанник давит раунд, что Трикси огромную проблему, получает импедусть, Трикси погибает, Экскалибр теперь гонит, ловушку взрывает, Экскалибр замедлит, Дэнди он продолжает бросаться, Дэнди получает просто невероятное количество урона по дэншным силам. Фанник пытается прогнать Хани, но Хани слишком быстро, барабаны поражали и в рассыпную побежали. Экскалибр с развороту пытается добить Пупея, приходит уже и Хвост, на релокате прилетает, приводит обратно Трикси, выкупал лишь как Висп, так и Трикси. Ну и теперь уже Фанник, последний живой, Фанник сейчас похоже уже просто будет добивать, бросается с Крепом туда-сюда синий, ну и да-да, просто уничтожили. Ну что, минус 5? Два байбэка, конечно, потратили сейчас Фнатик, но это того стоило, то есть они, в принципе, неплохо все отыграли. Методично по очереди всех убили, конечно, были проблемные моменты, когда они потерялись сначала Виспа, экскалибр чуть-чуть был, не остался один, но сразу же, за счет байбэков эту проблему решили. Гиперстон, имеется указ калибра, помимо этого, есть еще аж целый Дедаллс. Накоид Трикси, стак, и Брином этих всех крипов очень быстро расчищает. Криты летят по тысяче, уже должны сейчас понимать, что что-то надо придумать, шансов уже все меньше и меньше, с каждой минутой. Равидж это, конечно, здорово, минус армора, это, конечно, приятно для Темплера Ассайсина, но Темплера Ассайсина, как видно, пока что не дают пространству никакого, и большой вопрос, поесть ли вообще у ней какой-то простор в тимфайтах, потому что иначе он постоянно попадает под фокус еще до того, как все началось. Забегает очень смело здесь в лес. Экскальбур. И Фнасик готовится к Рошану. Сейчас, похоже, будет либо решающий драк, либо Нави просто отдают Рошана и таким образом теряют возможность удачно подраться в следующей драке. Скальбур. Прямо-таки с ложечки его кормят здесь на Тейл. Скармит им тройной стак. Тини 17 тысяч на Творса. На 10 тысяч он обгоняет Кентавра, который второй по Творсу. Трикси бегает с пайпом, собирается меня на блокимбар. Ну и по графикам все выглядит примерно вот так. То есть к 8 тысячам приближается преимущество по золоту. По опыту все выглядит в разы хуже. 15 тысяч по опыту и как раз вот это вот раннее отставание по опыту оно очень сильно сказалось. Раннюю игру проявили Фнасик весьма неплохо, хоть у них. Так. Находит экскалибру. Вылетает Рош Трикси, станет всех. Ну и в общем-то пошли подбрасывают. Подбрасывают еще и рауджем. Фингердаль моментально убивает Испану, уже нет хвоста, нет. Тайда добивает Пупеек, у Рокки стоит на Дримкоре. Ну и его тоже добивает. Годгейм, говорит Нави. Ультра килл для экскалибра. Этот матч завершает. Ну что ж, достаточно быстро получился матч. Фнасик получил свою любимую комбинацию и отыграли. Показал экскалибру, что эра в принципе не требуется. Связка Тинни Вис настолько отработана, что ему остается только бросаться с камнями, бросаться людьми, крипами. Всем чем подвернется, что под руку. Так, ну что, это Бестов 3, напомню. То есть это еще не конец для Нави. У них есть шанс отыграться. Ну а пока перерыв. Буквально 5-10 минут.